Начали год по-новому. С 1 января 2019 года в силу вступили на уведение в некоторые законы нашей страны. Начала действовать пенсионная реформа. Трудящиеся, которые должны были выйти на заслуженный отдых в этом году, уйдут на пенсию на 6 месяцев позже. Также россиян будут предупреждать о потере денег при смене пенсионного фонда. Если меняет пенсионный фонд чаще, чем раз в 5 лет, можно лишиться накопительной части дохода. Какую сумму человек может потерять, выбирая другой пенсионный фонд, теперь будут извещать при подаче заявления о переходе от одной организации, которой вы доверяли пенсионные накопления, к другой. Из приятного. В стране повышается мрот и пособие по безработице. С 1 января минимальный размер оплаты труда вырос до 11 280 рублей. Но подросли и налоги. А именно налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. Рост НДС отразится в первую очередь на потребителях. В магазинах вырастут цены. Льготную ставку в 10% оставили только на определенные категории товаров. Лекарства, некоторые продукты питания и детские товары. При расчете цены полиса страховщики будут в первую очередь ориентироваться на водительский стаж и возраст человека. А вот громкие изменения в сфере обращения с отходами в 2019 году владимирцев не коснутся. Мусорную реформу в области отложили на год. Оплачивать вывоз мусора будем, как и раньше, по строке за содержание жилого помещения. Единый региональный мусорный оператор, который будет курировать вывоз ТБО, появится в регионе только в 2020 году. И еще об одном изменении. За детские сады будут брать больше. Теперь за 12-часовое пребывание ребенка в группе родители должны будут заплатить 149 рублей в день. Управление образования отмечает, что стоимость повысилась ненамного. К тому же все компенсации сохранятся в полном объеме. Стоит отметить, что полтора года не повышался размер оплаты за пребывание детей в детских садах. То есть с 1 июля, если я не ошибаюсь, 2017 года. И цены растут. И прежде всего, мы же с вами знаем, что вот эта сумма, 149 рублей, большая часть этой суммы идет на закупку продуктов для питания детей.